Расскажи, что с твоим телом, ты так держишь за тело, что произошло? Мне кажется, что у меня того тела меньше стало. Или в каком месте покажи, давай мы на тебя сзади посмотрим. Вот тут стало меньше тела, вот тут, вот тут. А ты хочешь понять, почему это произошло? Почему, и никто ответа не дает. Это вода здесь такая. Ножки, ножки поставь, вот. Так, и тянем к низу живота. Раз. Вот, на широчайшие мышцы у нас. Ох, раз, два, три, ой-ой-ой-ой, четыре. Как четыре. Ой-ой-ой, так. А вот тут Света не спеша, вот, пожалуйста. Друзья, два разных полюса. Да. Так, а что бы ей просто, там, скажем, гирьки, гантельки не поднимать? А потому что штанга сильнее, и ей будет неудобно держать такие тяжелые гантели. Пусть попробуйте. Да. Если она почувствует, что все в порядке. Ага. Можно сказать, что... Потому что мы делаем такое упражнение с гантелями. Я думаю, что такие гантели, и то вес взять будет психологически невозможен. А, то есть... Это две гантели по двадцать и двадцать полом, там. Да. А тут она взяла с собой в пять полом, да мне не жалуется. Света новое упражнение осваивает. Давай. Ой! Ты головой не ударься, смотри. Вот не ударься. То есть фактически на пресс, да? Да, репетировали. Да, это очень сильное упражнение, которое Света боялась, отказывалась выполнять. Но она ноги не кладет никуда, то есть она все время на весу. Я постоянно, например, делаю два по пять. Ага. А перерыв к упражнению тяжелым. Светочка, как ты чувствуешь, что это тяжело? Тебе, да? Окей. Давай. Два, три, четыре, пять. Ох! Это другое упражнение, то же самое? Да, пожевание, то же самое важнее, пожевание плечами, покачиваясь. Вот здесь пристает болеть шея. Ага. А болела шея? Ну, бывает, что ощущение зажатости. Ну, конечно, у офисных работников, особенно там, у компьютера сидят. А вечером мы завершаем сейчас четыре тысячи шагов прогулок. Получается, прогулка, прогулка. Четыре тысячи шагов, двести калорий. Да легко считать, друзья. Две тысячи шагов, сто калорий. Друзья, вот мы, Юра на меня надевает эту штучку. А как, какое название этого? Что это? Тяги. Вот эта штука, тяга? Да, или кистевой ремень. Ну, вот так. Вот он должен вперед быть, вот так. Потом он будет обернут вокруг штанги, и сверху штангу вывода. Подождите, ну, у меня штанги-то нету. Ну, я ей палец показываю. Ну, применительно к этому прибору, что я захватывать буду. Светочка, возьми, пожалуйста, камеру и направляй ее вот лучиком. На тебя лучиком или куда? Друзья, я чувствую эффективность выполнения упражнения. Дело в том, что пальцы лучше допировать отдельно. Да, пожалуйста. Мы не будем искать, мы не приборожим. Держим. Да, чего мы добиваемся? Что мы думаем только противополнения движения. Атака, я так еще держу. Вот, где он? Подняли очередь. 54 килограмма. Подняли очередь. Да. Раз. А, полу не опускать. Два. Держим. Дри. Держим. Высший. Четыре. Высший. Высший. Так он очень сильно назад оплыл. Ну, вы можете подтвердить, что вы сделали с концентрацией? Я на ночь, что-то на норкан. Я был растерян. Ничего не помню. Штангисткам хватит. Вместо вот этой лямки используется большой палец. Вот, вместо лямки ты захватываешь собственную пазму. А что вам лямка не годится? Ну, он держит. Постойте, лямка-то чем плохая? Лямка на соревнованиях запрещена. А большой палец запретить невозможно. И вот так, видите? Само-само обслуживание. Но большой палец у вас тут наверху. Да, по-простому. А почему вы вот так не возьмете? Увеличивается нагрузка на нужные мышцы, когда палец здесь. Понял. А, то есть для тренировки. Это методика. Так. Ой. Раз. 45 фунтов. Он на себе тащит. 3. 4. 5. Ой-ой-ой-ой. 5. Вы видите, друзья, Светлана работает с закрытыми глазами от ужаса, чтобы не видеть гири, которые там вот эти вот, на той стороне. Да, если не поэтом. Оп. До подбородка. Михаил сменил меня на этом тренажере. Я добавил немножко вес. А вес у нас сейчас какой? 50 фунтов. 23 фунтов. 23 фунтов. Это разминочная такая вещь. Чисто разминочная. Раз. Светочка, давай. Раз. Престаньте от человека, я просила, что вы не знаете. Так. Ноги просила, ягодичные мышцы. Какие главные ошибки в таком упражнении люди обычно делают? Они сутулятся. Так. Они раскачиваются. Света все делает идеально правильно. Ты хочешь уже прямо сразу? Нет. Нет, ты отойди. Откуда? Отойди назад, согни колени, попу отклячь. Нет, и наклонись вперед. Так, друзья, теперь я буду пробовать то же самое. Если вес небольшой, это не очень тяжело. На самом деле очень приятно, когда оно тянет. Я не против тихого, я не против тихого, я просто. В данном случае маленький вес, мы пытаемся отработать. Ты наклонись вперед, вперед ближе, больше наклонись. Если тебе легко, отойди назад немножко. И коленки садлень больше. Вот так вот, а попу отклячь туда. Друзья, тропический дождь. Мы пришли без зонта. Мы сейчас в зале занимаемся. Пришли без зонта. И вчера я весь день ходил с зонтом. Но после того, как дождик был. И, значит, ходил-ходил без зонта. А потом и был дождь. А потом я взял зонт, и дождя уже не было. И я думаю, вот зонт, он как раз и нужен. Не для того, чтобы защититься от дождя. А просто, чтобы не было дождя. Друзья, феноменальная находка нашего канала. Только на нашем канале Юля тренируется. А Юра не снимаете? Ну я так, разминка, когда начинала. Нам же надо что-то с номером нашим решать. Который мы вечно меняем. Значит, я так понимаю, что в 2 часа... Нет, на сколько вы должны покинуть? В час 30 они должны покинуть свой номер. И через 2 часа заселиться в новый. Друзья, тут такая импровизированная выставка продажа. Вы видите, так они вот. Еще и под дождем вам немножко не повезло. Но я вам просто хотел показать... Вот как бы такая версия Тайни Вечери. Посмотрите, на лица этих людей, которые жили в Иудее. И сам Иисус тоже. Явно они как бы... Да. Такое ощущение, что Иудея где-нибудь в Латинской Америке. КОНЕЦ